Об этом идет речь. Поезжайте в республику Северного подказа, посмотрите, как там идет развитие. И где опасность, которая угрожает из России в отношении наших братьев, проживающих в этих республиках? Почему здесь мы чего-то боремся? Где тот факт, по которому мы можем выразить недоверие нашему Российскому Союзу? Вы же помните, сколько времени уходило, сколько сил, какого количества людей, вынуждены были охранять наши границы на восточном участке? Какое количество ваших родных и братьев там погибло? Значит, доверять нельзя. Значит, можно называть такое отношение к нам, такой мягкой колонизацией. Вот докладывал руководитель миграционной службы. У нас есть плохое миграционное законодательство. В взаимодействии с силовиками мы можем любые процессы здесь контролировать. О чем я хотел сказать? О том, что вопрос, связанный с продажей, возможностями продажи живой недвижимости гражданам России. Вопрос о живой недвижимости закрыт. Мы это в повестке дня сняли. Речь идет о коммерческой недвижимости, об апартаментах, которые строятся и продаются. Но строятся они по правилам непрозрачными, продаются по правилам непрозрачными, и государство с этого ничего не имеет. Вот же в чем был суть этого законопроекта. Чтобы мы отложили налогом, чтобы строили не там, где они хотят, а там, где это нужно для развития экономики в целом. Имеет 20 соток, может построить, назвать его апартаментом и продать на 20 соток. И все будет испорчено. Вся архитектура будет не того уровня, которого должно было быть. Этот законопроект регулировал порядок строительства. Семьи должно быть не меньше одного гектара. 30% территории должно быть парковой зоны. Строить можно в определенных условиях. На определенных подходах, этажность, квадратура должна быть соответствующая. Об этом же речь шла. Но эту идею смогли преподнести. Каким образом? Будто бы она является неприемлемой, работает против наших граждан. Время покажет, кто был прав. Продолжение следует... Продолжение следует...